Мама или папа? Никто. Сверху или снизу? Снизу. Курт или шоколад? Чоколад. Спанчбоб или AR0? Спанчбоб. Косой или водный? Водный. Противозачаточные или презервативы? Противозачаточные. Суицид или стоицизм? Стоицизм. Кола или пепси? Кола. Бэтмен или джокер? Джокер. Гости или куинс? Куинс, но ни то, ни другое не люблю. Метро или такси? Такси. Райхон или шахзода? Шахзода. Макро или корзинка? Макро. Самоубийство или паралич? Паралич. Грудь или попа? Грудь. Эвас или лас-алис? Лас-алис. Феминизм или маскулинизм? Феминизм. Мини или макси? Мини. Травка или снег? Травка. Трамп или Путин? Путин пусть будет. Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 22. Ты сейчас с кем-то встречаешься? Нет. Какой ты национальности? У меня нет национальности. Почему не у Дашева? Дабы не позорить свою семью, так как они мне очень дорогие. Кем работаешь? Блогер. Какое образование? Я закончила 12 классов. За что тебе больше всего стыдно в жизни? Абсолютно ни за что. В какой школе училась? 17. Твоя первая любовь? Я была влюблена 6 лет в одного парня, и эта любовь была безответная. Это была моя первая любовь. Ты сама себя обеспечиваешь? Да. Сколько тратишь денег в месяц? Примерно 1000 долларов. Сколько зарабатываешь? Примерно 2500-3000 долларов. Самый дорогой подарок от мужчины? Мне никогда не дарили подарки дорогие. Мне максимум самый дорогой подарок подарил бывший муж на Новый год. Это были AirPods. Сколько у тебя долгов? Осенью я взяла в долг у своего друга 600 долларов, чтобы арендовать квартиру, и, представляешь, отдала только совсем недавно. На прошлой неделе я вернула свой долг. Кто тебе должен? Есть один человек. Моя подруга, на данный момент близкая и знакомая, должна мне чуть больше, чем 3000 долларов. Кто такая Ребекка? Это именно этот человек. Это моя близкая и знакомая. Почему ты с ней перестала общаться? Потому что она решила хайпануть на моем добром на тот момент имени, неочерненном, как сейчас. Как она это сделала и правда ли это? Она написала провокационный пост обо мне, что я отбила у нее мужа. Это неправда, потому что на тот момент они не были в браке, и я никого не отбивала, и я не была в браке, и у меня было право общаться с кем я хочу. Твоя первая работа? Я в 13 лет работала помощницей воспитателя в садике, но меня выгнали через 3 дня, потому что мне сказали, что ты сама еще ребенок. У тебя есть машина? Нет, я не умею водить. Какой у тебя телефон? iPhone 11 Pro Max. Это подарок? Нет, сама купила. Веришь в гороскопы? Нет. А в Бога? Да. Как относишься к лесбиянкам? Нормально, положительно. А к геям? Отлично. А если это будет твой сын? Не хотелось бы, конечно, но если так случится, то почему бы и нет? Ты спала с лесбиянкой? Был опыт. Веришь в инопланетян? Да. Ходила к экстрасенсам? Да. Женская дружба существует? Да. Какие отклонения есть? Психи. Была в тюрьме? Нет, но меня задерживали за воровство. Это было в макро. Я писала объяснительную, я там заплатила какой-то штраф. Сделали мой снимок, где я держу вот так вот то, что я украла, и повесили прямо на двери макро с надписью «Будьте осторожны». Это черный список. В общем, меня не пускали. А сейчас я делаю рекламу для макро, так что... Дралась? Только защищалась. Дралась с бывшим мужем. Ты росла в полонценной семье? Нет. Любишь своего отца? Да. Нет. Одной сложно воспитывать ребенка? Не сложно в плане физическом, то есть нет такой усталости. Не сложно в материальном плане, но сложно именно на психологическом уровне, потому что очень много ответственности. Ты считаешь себя сильной? Да. До скольких лет ты брала деньги у родителей? До 20 лет. Твоя известность связана с твоей семьей? Конечно. Сколько раз тебе изменяли? Никто, ни разу, никогда. Сколько раз ты изменяла? Никогда. Как тебя предавали? Ну, меня предавали мои подруги, но я не воспринимаю это как что-то такое серьезное предательство. Все нормально. Как ты предавала? Ой, был период, когда я верила, что я предала вот свою подругу, Ребеку. Я действительно в это верила, я очень винила себя, но потом я поняла, что я ни в чем не виновата и... Все. Ты делала аборт? Нет. Подвергалась насилию? Физическому, да. Насилие было наказано? Нет. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Да. Со скольки лет куришь? С 16, но я уже бросила. Напивалась? Да. Когда в последний раз напивалась до беспамятства? Последний раз это было 18 лет, после этого я вообще не пью, и не после того случая, а вообще я против алкоголя, и я не употребляю алкоголь. Самое ужасное, что ты делала по пьянке? На празднование своего 16-го дня рождения я выпила 1,5 литра водки, и запила эту всю смесь восьмью таблетками и чуть не вырубилась, чуть не отбросила коньки. Сколько раз у тебя был случайный секс? Самый тяжелый наркотик, который ты употребляла? Ты за легализацию наркотиков? Я за то, чтобы легализовать марихуану и запретить алкоголь. Кстати, насчет наркотиков, самый тяжелый, просто я не разделяю их по степени тяжести, но, наверное, это грибы, либо какие-то, не уходите, не вещества. Самое светлое семейное воспоминание? Наверное, я могу сказать, что это полет в Испанию с моей сестрой. Это единственное, что хорошее у меня было. Ты тень, Лолу? Когда-то была, да. Сколько было попыток самоубийства? Достаточно. Я пыталась... У меня эти мысли начали зарождаться в 6 лет, и до недавнего времени они сопровождали меня на протяжении всей моей жизни. Ты красивая? Да. Какой у тебя есть комплекс? Если говорить о внешности, то я бы исправила свой нос и сделала бы грудь. Если говорить о каких-то психических отклонениях или блоках, то, наверное, моя социофобия. Любимое матершиное слово? Я стараюсь не материться, но если надо выбрать, я скажу «блядь». Из-за чего обычно врешь? Я никогда не вру. Но я собрала то, что вам так сказала. Вот и мое броню. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? 6. С милым рай в шалаше? Да. Сколько у тебя было парней? Трое. Вместе с мужем. Трое. Встречалась с женатым мужчиной? Нет. Часто смотришь парня? Да. Хочешь уехать? На данный момент нет. Самое лучшее, что есть в Ташкенте? Погода. Самое худшее, что есть в Ташкенте? Нежелание людей развиваться. Как можно познакомиться с тобой? Создать шоу и пригласить меня на интервью. Как тебя хейтят? Я могу перечислить. Говорят, что я ничтожество, что я позор семьи, что меня надо убить, что такие, как я, не должны жить, что у меня несчастный сын из-за того, что у него такая мать. И так далее, и тому подобное. Самый худший твой поступок? Однажды я украла ожерелье у сестры и выкинула ее. Обелось. Как у тебя с рекламой? Поконкретнее. Как у меня с рекламой? Чем больше откровенности в моих постах и фотографиях, чем больше откровенности в моих высказываниях, рекламы все меньше. Но я жертвую, опять же, я жертвую своим заработком и рекламой, дабы вносить вклад в наше общество и в нашу молодежь. Так что цените это. Какой у тебя есть страх? Страх не додать сыну чего-то. В воспитании, либо вообще просто в жизни материальном и так далее. Что самое сложное в блогинге? Ответственность. Ответственность за все свои высказывания. Феминизм рулит? Рулит. Готова быть килинкой? Нет. Насколько сильно общество давит на тебя? Никак, я свободный человек. Какие наши традиции устарели? Большинство наших традиций. Нужно чтить наши традиции, но относиться к ним не с таким фанатизмом, как это делают у нас. Чем плох наш менталитет? На каком языке думаешь? На русском. Насколько хорошо знаешь узбекский? Знаю хорошо, но не разговариваю. Ты должна быть правильной в инстаграме? Нет. Боишься осуждения? Нет. Готова выложить обнаженное фото полностью? Полностью. Он уточнил, потому что у меня уже есть обнаженное фото, и да, я готова, и я это сделаю. В чем сложность узнаваемости? Отчасти нет личной жизни. Если тебе не поебать на всех вокруг, у тебя не будет личной жизни. Но так как мне поебать, у меня все есть, у меня все нормально. Мне известность никак не мешает. Занимаешься благотворительностью? Не так часто, как хотелось бы. Чем ты готова пожертвовать ради людей, оказавшихся в нищете? Только своим свободным временем. Как часто тебе льстят? Каждый день. Сколько лицемеров в твоем окружении? Ноль. Дружат с тобой ради выгоды? Нет. Размер имеет значение? Нет. Ты принцесса? Нет. Почему? Потому что я отреклась от своей семьи. Если бы я от нее не отреклась, я была бы принцессой. Ведь они короли. В общем, я все могу. Продолжение следует...